Череда преступлений для одного из подростков началась со знакомства с 20-летней женщиной. Первое противоправное действие школьник совершил в 2012 году, когда ему было 14. Распитие спиртных напитков в номере одной из гостиниц Армавира закончилось угоном автомобиля. Не очень благополучный образ жизни вела. Она проживала в гражданском браке, отдыхали в гостинице, где оказался в компании этот мальчик. И втайне от своего сожителя она предложила угнать его автомобиль. И этот автомобиль был найден затем в хуторе Камышеваха Новокубанского района. Этот подросток затем катался по станице на автомобиле, встретил совсем маленького мальчика, 9-летнего, и доверил ему управление автомобилем, в результате чего был совершен наезд еще на одного ребенка. Тогда найти виновного в угоне не удалось. Молодого человека задержали весной 2015-го. Его обвинили в серии грабежей и краж. Уже вместе с другими ребятами он отбирал золото и деньги у своих родственников и родителей друзей. Вместе со своим знакомым избил отца своего друга, требуя у него деньги, распивали спиртные напитки совместно в общежитии, не хватило, решили еще добыть денег. Циничным образом вытащили у него из кармана тысячу рублей и на эти деньги также купили еще спиртное. В начале октября Армавирский городской суд вынес приговор в отношении двух несовершеннолетних и женщины. Именно она получила самое суровое наказание – 5,5 лет тюрьмы. Правда, во время следствия обвиняемая была беременна и на момент принятия решения ребенок уже родился. Наказание отсрочено до исполнения ему 14-летнего возраста. Один из подростков получил 2,5 года, другой – 10 месяцев в воспитательной колонии. В прокуратуре отмечают, что все несовершеннолетние воспитывались в полных и социально благополучных семьях. Ирина Рухлядко, Артур Корджанян, Служба информации, канал РЕН-ТВ, Армавир.